Друзья, неделю назад я сделала видеоролик. Видеоролик, где буквально несколько минут говорю я, а затем идет простая вставка и голос человека. Голос человека, которого мы никто не знаем. И многие блогеры взяли его этот голос, разместили также на своих каналах. Правда, никто из блогеров не созволил предупредить вас всех, что это не их записи, что это вообще не их голос, что это запись человека неизвестного, и что они берут эту запись сейчас, чтобы вам показать. Я тоже взяла эту запись, но прежде я искала этого человека месяц. Честно искала, рассылала всем вопросы, откуда запись. Но никто мне не ответил, потому что никто не знал, кто этот человек. Почему я решила все-таки разместить запись у себя на видеоканале? Потому что, друзья, по этой самой записи можно было определить, что этот человек профессионал, высокий профессионал, что человек говорит то, что он предполагает, он дает свой прогноз на наше с вами будущее. И это важное будущее, чтобы вы понимали, что вас ждет завтра, в чем вы живете уже сегодня. Это очень важный прогноз. Поэтому я вам решила дать тогда, без имени, просто одной картинкой. Кто захочет, посмотрите этот видеоролик. Я дам его в ссылке в описании под всеми роликами, которые я сейчас выпущу на данную тему. И после того, как я выпустила видеоролик, где честно призналась, что это не мое, что я не знаю, кто автор. Я бы хотела его найти. Автор откликнулся. Я, конечно, очень счастлива, что автор откликнулся. И мы сегодня провели с ним беседу. Беседу для вас, для тех, кто хочет услышать, что ожидает нашу страну, что ожидают соседние страны, что ожидает весь наш глобальный мир в свете того, что наступает новая жизнь. Матрица наша работает так, что она перестраивается, перекраивается, и наступает новая жизнь. Чего ожидать нам от этой жизни? Слушайте в роликах. Я сделаю их несколько роликов, потому что, ну, на мой взгляд, человек не способен удержать свое внимание более 10 минут. Поэтому постарайтесь услышать все то, что говорит специалист. Человек, который имеет возможность аналитики и прогнозирования событий на будущее. Итак, ролик первый. Первый мой вопрос. Основной вопрос. Это вопрос голода на планете. То, к чему мы идем. А дальше вот давайте послушаем, что говорит специалист, что говорит аналитик, о чем говорит нам человек, который умеет прогнозировать наше с вами будущее. Слушайте. Ариэль Марон. Тема голода и о том, что ожидает все население после того, как мы выйдем из карантина общемирового. Или это будет еще во время карантина мирового, когда ожидается голод. Потому что понятно, что предприятия не работают многие. Многие фермы и сельскохозяйственные фабрики тоже остановились. Естественно, как я читала, я подписана на Дубае, там новости Дубая. У них хватит продуктов на год. Об этом объявили уже официально, что продуктов хватит на год. Понятно, что после того, как пройдет этот год, что-то может другое случиться. Вот чтобы вы могли рассказать, в той связи, что будет через год, когда продукты во всем мире начнут заканчиваться. Ну да, во-первых, надо объяснить, что такое процесс вообще голода. Я 6 лет работаю в крупные сельскохозяйственные компании, даже с несколькими, которые в свою очередь работают фактически во всех регионах мира, в десятках стран, на всех континентах буквально, ну кроме Антарктиды, пожалуй. И ситуация сейчас в сельском хозяйстве, она уже очень сильно напряжена. И то, что у Дубая хватит продуктов на год, я не сомневаюсь, потому что Дубай – это богатое государство, которое может купить любое продовольствие из любого региона мира. Они без еды-то точно, без продуктов не останутся. Проблема с развивающимися странами, где проживает большинство населения планеты. И там уже процесс идет. Например, мы все знаем про сильные пожары, которые были в Австралии. Они уничтожили огромное количество сельхозугодий, и животных, и животноводства, и нанесли огромный ущерб. Австралия – один из крупнейших экспортеров продуктов питания, различных в Юго-Восточную Азию, и Тихоокеанский, вот этот весь регион. Сегодня в Африке, в Восточной Африке, есть масса проблем. В первую очередь, это касается воды. И мы знаем, что Эфиопия, да, там строит огромную плотину. В этом году она ее будет перекрывать и заполнять водой. В Верховьях Нила, соответственно, Египет – одна из крупнейших стран африканского континента. С населением более 100 миллионов человек, у них будут серьезные проблемы уже фактически с этого года. Ну и удар саранчи, который парализовал фактически сельское хозяйство четырех стран. Это Кения, Эфиопия, это Судан и Сомали. В общей сложности это тоже население порядка 300 миллионов человек. То есть эти процессы, на самом деле, они уже идут и произвольно, имея природную основу. Но и также есть огромная сейчас проблема общей мировой – это с логистикой. То есть продукцию недостаточно сегодня вырастить. Ее еще надо куда-то отвезти, привезти. И вот коронавирус как раз-таки ударил по вот этим вот цепочкам. Поскольку мир глобальный и полностью зависит от логистики, от поставок, нанес огромный ущерб поставкам международных продуктов. Например, Африка продавала одни виды продуктов и потребляла другие, импортировала тоже зерно. Но, соответственно, с зерновыми в Африке уже огромная проблема. Плюс саранча, которая нанесла огромный ущерб. То есть вопрос голода, он уже актуален. И в этом плане вот буквально, я об этом начал говорить пару месяцев назад, но в начале, в конце, в самом апреле, вышло такое вызвание ООН, специалистов ООН, что они фактически сказали, что из-за коронавируса Африка уже столкнулась с проблемами питания, обратились к донорам, к мировому сообществу помочь решить эту проблему. И в отличие от прошлых лет, это будет гораздо тяжелее сделать. Это что касается вот общей ситуации на сегодня. Кроме того, есть у этого всего дела финансовая составляющая, потому что любой рынок сегодня очень сильно зависит от финансирования, от фондирования, от кредитования. Малые фермеры, они не способны продавать свою продукцию за рубеж, и даже вырастить ее не способны без денег, потому что семена, удобрения, полив, трактор, бензин, все это стоит денег. И маленькие вот эти вот фермеры в развивающихся рынках, включая Индию, Азию и Африку, естественно, они просто не обладают ресурсами, они живут от урожая, от урожая в кредит, и полностью зависимы от крупных компаний, каких-то банков, которые им позволяют фактически работать и хоть как-то зарабатывать деньги. Сегодня это все тотально обрушено. То есть вот в этом и состоит огромная проблема, что все крупные проекты, но в частности израильских компаний, которые работают в Африке, практически во всей Африке, они сегодня заторможены, как минимум, заморожены, потому что люди, инженеры, они даже не могут, агрономы, выехать на территорию этого проекта, чтобы его сопровождать, чтобы установить там какое-то сложное оборудование, ту же систему полива и ту же систему ирригации, оборудование, которое занимается переработкой сельхозпродукции и так далее. То есть на самом деле очень большая проблема. Также сегодня мы все понимаем уже, что самый ценный ресурс, который сегодня у нас есть, это вода, просто чистая вода, доступ к чистой воде, это стала огромная проблема для многих и многих стран из-за изменения климата, из-за неправильного отношения к природе человеком на протяжении всего последнего века. Вода буквально уходит. В Африке просто ужас, что творится в этом плане. Озера исчезают в течение одного дня, то есть почва разламывается, и вода уходит вниз из-за того, что акваферы грунтовых вод, они пустуют, они истощаются, добывается нефть, добывается газ, вода уходит глубже и, соответственно, теряется огромное количество маленьких ручейков, маленьких рек, всей вот этой кровеносной системы, водоносной системы, которые могли использовать вот эти фермеры, не обладая какими-то технологиями, тем не менее, они могли что-то выращивать. Сегодня это стало просто катастрофой, потому что вода просто уходит с поверхностных столаев, и все вот эти вот озерца, речушки, небольшие, особенно в жаре, это все моментально высыхает, и это также будет очень существенно уже в самое ближайшее время. То есть речь идет не о 5-6-10 годах, речь идет буквально об этом сезоне и о следующем сезоне. Сейчас очень сильная засуха даже в Европе, даже в Центральной Европе, в таких странах, как Чехия, температуры аномально высокие, воды, даже крупных европейских рек, пересыхают, русла падают на несколько метров. Я сам наблюдал, например, Волгу, я в России был десятки раз за последние 5 лет, и вот прямо на глазах можно было наблюдать, как русло Волги, самой полноводной реки России. Оно опускалось в течение последних уже многих лет, а что касается маленьких рек, и тем более не в России, а где-то в более жарких регионах, то там просто катастрофа. Огромная проблема в Индии, это сегодняшний день самая густонаселенная страна, которая производит и потребляет огромное количество сельхозпродукции, у них просто катастрофа на сегодняшний день с водными ресурсами. Израиль с Индией, кстати, в хороших отношениях. Мы стараемся помочь какими-то технологиями в области орошения, но это капля в море, поскольку эти технологии дорогие, это все берет время на то, чтобы их развернуть, произвести, значит, установить все это, а речь идет о миллиардах людей, которым каждый день надо кушать. Такая катастрофическая ситуация, она сегодня затрагивает порядка трех с половиной миллиардов человек, то есть это полтора миллиарда Африка, во многих странах в большинстве, это Юго-Восточная Азия, включая Индию. Вот это то, что мы сегодня наблюдаем в таком широком разрезе, поэтому вопрос голода, он стоит, но очень остро, это будет намного страшнее любого другого кризиса, потому что я подчеркиваю, люди богатые или бедные, три раза в день они могут два раза в день питаться. На ваш взгляд, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эти все проблемы голода, уход питьевой воды с поверхности земли, это рукотворный процесс или это процесс, который идет вследствие там, ну я не знаю, той же выкачки нефти, но выкачка нефти это тоже рукотворный процесс, как определить вот и как можно от этого избавиться или это уже все, на этом мы с вами можем поставить точку, то есть именно отсутствие питьевой воды это катастрофа для землян. Ну, я могу сказать, что это, безусловно, совокупность процессов, да, там есть природные процессы, которые идут, это, опять-таки, изменения климата цикличные, они имеют определенную цикличность, но я бы, если бы разделил на пропорцию, то я бы сказал так, природные процессы влияют примерно на треть и две трети это проблема куботворная, это проблема наша с вами в неправильном потреблении, ну просто варварском потреблении природных ресурсов, потому что я как человек езжу по многим странам развивающих видел, какое отношение идет к природе, к ресурсам, как добывают, ну, например, не только это же нефть и газ, это, например, мы заботимся об окружающей среде, и мы покупаем электроавтомобили, да, вот сейчас тенденция такая, но чтобы произвести электроавтомобиль, необходимы редкоземельные металлы, так вот, чтобы произвести одну тонну редкоземельных металлов, получить их из природы, надо уничтожить де-факто, да, миллионы тонн породы, миллионы тонн, то есть загрязняются и уничтожаются такие территории, что кто не видел этих карьеров, он даже представить не может, это уничтожаются территории размером с крупные города, там, десятки километров в радиусе, ты потом ничего не можешь ни сеять, ни пахать, потому что вся эта земля уничтожена. Еще вопрос, получается тогда, что вот это наша такая вынужденная самоизоляция, все сидят по домам, производство все остановились, это во благо будущему человечеству и будущему миру, получается так, что мы перестаем ездить на автомобилях, мы перестаем загрязнять, фабрики, заводы остановились, то есть получается это все действительно во благо, но это будущему человечеству, а нынешнее должно пострадать, но в то же время мы должны понять, что это нам как в наказание, это исчезновение воды и нехватка продуктов, и мы должны понимать, что своей жертвенностью мы спасаем следующее поколение, но кто выживет в этих следующих? К сожалению, это бы хотелось в это верить, но это не так, потому что мировое правительство или мировая элита, она понимает эти все процессы, для них это все понятно, что будет проблема воды и еды, через год, через два это станет очень острой проблемой для миллиардов людей, и поэтому коронавирус это скорее репетиция, сценария, когда людей придется жестко ограничивать, то есть они сейчас на основе вот этого вируса условной пандемии, эпидемии, неважно как ее назвать, проводят тест технологии жесткого контента над поведением населения, когда человек может из дома выйти только по QR-коду, когда он может пользоваться автомобилем, когда ему разрешили, не когда он хочет куда-то поехать, а вот нет, ты можешь там условно только два-три раза в неделю будешь пользоваться, то есть это на самом деле идет подготовка к тому жесткому сценарию, когда правительство им придется ограничивать людей в плане в плане ресурсов, и это сейчас проходит все эти системы контроля всей вот этой вот планированной экономики в жестких условиях, они сейчас скатываются в рамках условного вируса, ну а завтра это уже будет потому что нет воды, потому что есть ограничения с едой, поэтому будут получать электронные купоны, мы это все помним с начала 90-х, да, Советский Союз развалился, и было нехват товаров, люди не могли покупать, даже если имели деньги, будет все то же самое, так, в цифровом режиме, не купоны, бумаги, приходить на телефон, на семью положено 5, условно, галлон молока на 2 дня, и больше ты не можешь купить, неважно в каком супермаркете пошел, тебе на семью положен галлон молока на 2 дня, все, у тебя 4 человека семья, у кого-то меньше и так далее, то есть, к этому все готовится, в Китае де-факто эта система, она уже входит, ограничение пользования автомобилем, ограничение поездок, пока еще нет ограничений на продукты питания, потому что по инерции есть еще доставки, но, например, в Соединенных Штатах многие заводы, которые производят, ну, скажем так, фабричную пищу, которая состоит из многих компонентов, они уже остановлены, потому что они не получают сырья, потому что сырье зависит от международных поставок, они ограничены, ты не можешь производить условно, условно, я сейчас говорю, там чипсы, потому что нету перца, нету перца, нету чипсов, надо либо технологию менять, либо линейку товаров надо менять, это то, что сегодня происходит, фактически коронавирус позволил, если это говорить, ну, что это случайно случилось, а не планированная акция, коронавирус как раз таки позволил многим странам оттестировать ужимание прав и свобод людей и автоматическое потребление, и тут есть еще один нюанс, но он очень важный, ведь ограничат не всех одинаково, будут страны, которые продолжат потреблять в 8-10 раз больше, чем одни страны, и будут страны, которые будут жить буквально и питаться пластиковой кашей, да, условно, потому что, ну, не будет обычных продуктов питания, их не будет достаточно, понятно, что Северная Европа, Северная Америка, они будут продолжать получать ресурсы в больших объемах, а страны, которые не обладают ни политическим весом, ни уж экономическим весом, они будут, конечно, вынуждены свое население кормить, ну, вот, мы помним, как питались китайцы в 70-х, 60-х годах, и как там была жизнь, да, очень тяжелая, и на одном рисе, там, и каких-то очень базовых товарах, вот, в принципе, к этому все идет, потому что мы не можем позволить себе как человечество потреблять мясо, например, да, потому что, чтобы произвести килограмм говядины, необходимо потратить порядка двух тонн воды на каждый килограмм говядины, только воды, две тонны, напрямую, порядка 100 килограмм пшеницы, и если мы все это умножаем, а средний класс, то он растет по всему миру, сегодня в Китае средний класс это 300 миллионов человек, сегодня в Индии средний класс это 100 миллионов человек, и эти люди хотят каждый день пить кофе, кушать омлет, и раз в неделю кушать стейл, планета просто не может прокормить дополнительные сотни, сотни миллионов человек, которые хотят жить по западному стилю, она не выдерживает, ну и, соответственно, платить за это придется всем, ну а больше всех придется заплатить это неимущим и бедным странам. Что в результате? Я имею в виду с человечеством. Вот оно ограничено в движении, ограничено в еде, ограничено в воде. Как быстро оно будет исчезать с земли? Ну, это сложный такой макросоциологический прогноз, тем не менее, надо понимать, что есть несколько сценариев развития ситуации, и мы сейчас находимся на развилке. вот этот коронавирус, он фактически остановил течение обычной жизни повседневной, да, у стран золотого миллиарда, как стоп-сигнал. И чтобы правительство могли решить, естественно, это будет решение надправительственное, общее, мировое, ну, те, кто, условно говоря, акторы, которые влияют на эти решения в глобальном плане, куда развиваться. Есть несколько групп, которые в мировой элите тянут немножко в разные направления. Без конспирологии, чисто логически и практически. Значит, вариант первый, то, чего условно и ведет Билл Геймс и компания, которую он представляет, это сокращение популяции. То есть, если мы хотим жить так, как мы живем сегодня, на планете Земля должно быть не 7 миллиардов человек, это должно быть 2 миллиарда человек, из которых средний класс это будет 500 миллионов или 350 миллионов. То есть, у них четкое вот понимание ситуации, мы не хотим ничего менять, мы хотим жить так жили, окей, для этого требуется жесткое социальное планирование. Что такое социальное планирование или социальная инженерия, так они это называют, это когда решают, сколько человек будет жить в каждой конкретной стране, на каком уровне они жизни будут жить и потреблять. И идет жесткий регламент популяции населения. Ну, я так в красивых словах стараюсь очень политкорректно это объяснить. Второй вариант это условно те, кто представляет современные крупные IT-компании, у которых мышление немножко такое, ну, скажем так, розовое, да, они либералы, они считают, что люди все равны, и условно их пророк это Илон Маск, да, что говорят они, они говорят, никакого сокращения популяции не надо, технологии могут решить наши проблемы. То есть мы можем делать экспансию на новые территории, что такое новые территории, это условно территории мирового океана, они сейчас активно двигают, продвигают технологии, которые позволят создавать пламучие города, кстати, в Дубае, на Ближнем Востоке, там они, вот эти все искусственные острова и инфраструктура морская, она как раз таки проходит там тестирование, в том числе экономическое, инженерное, технологическое, и позволить использовать ресурсы, биоресурсы планеты, которые до сих пор они не используются. Ну, и я уже там не говорю про колонизацию Марса и так далее, это уже, я считаю, мечты довольно долгого такого порядка, но тем не менее Илон Маск об этом открыто говорит, что он хочет в течение четырех-шести лет отправить, значит, первую экспедицию на Марс. И об этом, кстати, говорят официальные Россия, и Америка, Соединенные Штаты, и даже приняли закон юридический об освоении Луны и так далее. То есть мы видим, что есть сильная группа, которая говорит, человечество должно выходить на какую-то вот внешнюю... По поводу России, Соединенных Штатов, я, насколько понимаю, начали осваивать земли Арктики. Это полярный... Это тоже часть вот этого вот... Это часть этой программы, да? Часть людей, которые будут очень богаты, я так понимаю, они будут осваивать те земли и уходить вообще от населения страны. И оттуда, вероятно, заниматься дистанционным управлением человечества. Ну, в том числе, да, потому что сегодня IT-технологии, они позволяют, неважно, в какой точке ты находишься, ты можешь управлять всеми процессами. И, кстати, опять-таки, коронавирус это показал, что часть людей, примерно 20%, перешли на работу дистанционно. Это факт, да, человек, который занимается инженерной работой, дизайнер, даже врач, да, он не обязан видеть вживую пациента. Это все можно делать через камеры, через какие-то датчики и так далее. То есть, это вполне нормально. Есть, конечно, отличия, как видит это Россия, как видит это Китай и Соединенные Штаты. Они немножко это видят по-разному в плане политическом и юридическом. но смысл, он остается смыслом, что человечеству надо, ну, условно, размазываться по всей площади планеты и более эффективно использовать биосферу планеты. Я считаю, что такой подход, он нереален. То есть, осваивать и качать нефть на арктическом шельфе, это реально. Но переселять сейчас туда какую-то популяцию людей, то же самое, строить автономные города где-нибудь напротив Марокко, где хороший мягкий климат и переселять туда десятки, сотни тысяч людей, я считаю, это немножко нереальным. И это невозможно сделать в нынешней экономической системе. Потому что у нас настолько жесткая экономическая финансовая система, которую мы унаследовали практически с 40-х годов прошлого века, монетарная и долговая вот эта система, она просто не позволит этому ничего развить, потому что она основана на долге. И она будет держать в кандалах долго. Ну, любого производителя, любого бизнесмена, она ему не позволит взлететь условно, чтобы присоединиться к этому процессу. Если ее не обнулить, и если не обнулить долги, без этого переход на новый технологический уклад и социальный, как следствие, просто невозможен. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok